Ну что, для 30-х нормально, ничего нет. Дистрибьютор без опережения. А вы знаете, что у этого автомобиля всего два хозяина? Сергей Симонов, вон, незабвенный, и председатель колхоза, который эту машину получил в 1934 году на колхоз, на ней ездил, потом в конце 30-х получил новую машину, эту втихаря разобрал, раскидал ее по сараю и утилизировал, потом, правда, остатки выкупил, собрал и ездил до 1941 года. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, стали изымать машины, председатель хитрый опять раскидал ее по сараю, пришла комиссия, значит, забирать автомобиль, он говорит, ну, вон, забирайте, вон, кузов валяется, вон еще что-то валяется. Они не захотели брать и собирать, и, соответственно, после войны председатель опять ее собрал и катался. Потом председатель умер, машина так и находилась. Где она стояла, Серега? В Челябинске. В Челябинске. Вот, в Челябинске. То есть всю свою жизнь машина прожила в Челябинске. Ну, естественно, председатель колхоза умер, машина стояла в сараю, Сергей Симонов ее нашел, и на ней торжественно выступает до сих пор. Самое главное в этом автомобиле. Этот газ А ни разу не реставрировался, он только обслуживается и ремонтируется. То есть перед вами реальная машина, как она дожила до сегодняшнего дня. А это почти 80 лет. Начало 30-х годов в СССР были духоподъемными. Страна стремилась вперед и вверх. Авиация, электрификация, десятки километров каналов. А своей легковушки не было. Не было легковушек собственного производства в большом количестве. Да и грузовиков особенно не хватало. А стране советов жизненно необходимы были колеса. Решили одним выстрелом убить двух зайцев. За немалые деньги купили у американского Форда лицензию на производство и легковушки, и грузовика, и строительство завода. Короче, подписали американцев по полной. Или они нас. Но буржуи на то и буржуи, чтобы паразитировать на теле пролетариата. Это я так просто выскочила. Итак, немного цифр. Американцы производили Форд с 1927 по 1931 год. Мы купили лицензию в 1929 году. Это говорит о том, что мы двигались в ногу со временем. Правда, пока строили в Нижнем Новгороде завод, пока налаживали производство и адаптировали конструкцию Форда под наши реалии, наступил 1932 год. В этот год и сошел с конвейера Красный Форд. Еще историческая справка. Завод основан и вступил в строй 1 января 1932 года, как Нижегородский автомобильный завод имени Молотова. И первым автомобилем стал грузовик. И все машины назывались НАЗ до переименования города, до октября того же года. Но завод не был газом практически до второй половины 40-х годов. Итак, Красный Форд, кстати, так машину называли недолго, практически ничем не отличался от заокеанского собрата. Я не понимаю, почему наши выбрали такой бессмысленный тип кузова – Фаэтон. У американцев существовало более 10 вариантов типов кузовов, и каждый тип кузова еще имел несколько своих типов. Наиболее логичное объяснение – этот самый простой. А еще его делал именно Форд, так как в Америке и Европе чаще всего производством кузовов занимались кузовные сторонние ателье на шасси производителя. Кузов выполнен из экологически чистых материалов, как сказали бы сегодня. Внутри твердые сорта дерева, вставки, чтобы прикручивать обшивку. Сверху все это обито, ну, по сути, кровельным железом. Для матушки природы в самый раз. Скорость гниения такой конструкции просто феноменальная. Но сам кузов установлен на раму. Она примитивна, но в то же время технологична и проста. Старина Форд знал толк в рациональной простоте. Два лонжерона связаны поперечными балками. Кстати, поперечные являлись еще и местами крепления рессор. Тут всего две рессоры, излюбленные конструкцией компании Форд тех лет. Они стоят поперек, и они, по сути, от кареты. Но благодаря такому решению, свесы минимальные, и все углы и агрегаты находятся в базе. Задний мост закреплен на концах рессоры. Также в конструкции присутствует А-образная растяжка. А еще карданный вал спрятан в трубе, и она тоже является силовым элементом. Между КПП и трубой есть латунная вставка, быстро выходящая из строя. В конструкции вообще много латунных вставок, не отличающихся живучестью. Спереди та же картина. Хорошо виден мост. Двутавровая балка, висящая на концах поперечно расположенной рессоры. Также виден привод механических тормозов. Тут на все четыре колеса. И рычажные амортизаторы. Также на четыре колеса, а на грузовиках такого счастья не было. Кстати, это не бампер. Бамперы в те годы назывались предохранительными брусьями. И конкретно этот выполнен из рессорной стали. В смысле, аккумуляторы сели? Мы еще и половины не отсняли. Сегодня пятница. А я спешу. А что ты хочешь, они китайские? А я хочу, чтобы они работали. Вот сейчас меня в рекламе обвинят, а мне совершенно не стыдно. Брал для себя на дачу, потому что там электричество периодически отключается. Сейчас вам все покажу. Пока чужие косяки исправляю. Название сами видите. Экофлоу Дельтон. Вот и аккумуляторы. Вилочки. Это зарядная станция. Мощность 1260 ватт в час. А еще есть 6 USB разъемов. Ну и как вы видели, розеточки на 220. К примеру, телевизор с ним можно смотреть, ну точно, 6 часов. Попутно заряжая еще всякие гаджеты. Сколько стоит? Значительно дешевле, чем по кустам искать электричество. Что еще надо упомянуть? Коль взялся нахваливать. Сам Экофлоу Дельта от розетки заряжается до 80% менее, чем за 1 час. А еще и от машины его можно зарядить. Так, все. Забирай свое китайское барахло. Зарядилось. Весит ни о чем. Так, ссылку я вам на него в описании не оставлю. Как и промокод на скидку. Не верите? Ну, посмотрите в описании. Двигатель автомобиля остался практически без изменений. Но разве что картер его увеличили. А так, чугунный, литой блок и головка. Нижнеклапанный. Рабочий объем 3285 кубических сантиметров. Максимальная мощность 40 лошадиных сил при 2200 оборотах в минуту. Тут есть масляный насос, но он немножко иной. Также масло разбрызгивается лопаточками. Нет бензонасоса. Видите, бак сверху. Бензин в карбюратор поступает с самотеком. Нет вкладышей. Вместо них залит бобит. Который надо перезаливать каждые 30-40 тысяч километров. Нет механизма регулировки клапанов. Их или подтачивали, или расковывали. И ездили до скончания веков. Моторесурс зависит от масла или от того, как вы залили бобит. Иногда это всего лишь 5000 километров. Ну, как вам? У вас машина неудобная, да? Часто ломается? Прерыватель-распределитель. В советской литературе 30-х годов назывался дистрибьютор. Не прижилось. Я вам сейчас про салон расскажу и про багажник. Начну с багажника. Его нет. Зато в салон заходить... Очень удобно. Как и сидеть. Только, на мой взгляд, тесновато. Вот для двух в самый раз. Говорить про роскошь в салоне нет смысла. Главное тут роскошь, что ты едешь. И если пойдет дождь, можно натянуть крышу. Без окон. Просто палатка над головой. Приборы есть. Сверху уровень топлива, по сути дела, поплавок. Спидометр, амперметр. На руле. Это включение и переключение света. С правой стороны рычажок ручного газа. Круиз-контроль. С левой стороны угол опережения зажигания к тому самому дистрибьютору. А вот это вечно капающее. Это бензокранник. Только потом, через несколько лет производства, его наконец-то перенесли под капот. Ну что, запускаем двигатель стартером, ножной педалью. И полетели. Неспешность для того времени была нормой. И машинки в основном были слабенькими. И дороги чаще были проселочными. А значит, не порысачешь. Да, и наша поговорка «больше скорость меньше ям» тут не к месту. Надо все делать очень степенно. Три передачи вперед. Синхронизации, естественно, нет. Если вверх, то нормально. А вот на пониженные... Хорошо, что Сергей Симонов не видит. Кстати, максимальная скорость 80 км в час. И он реально бежит. На разгон до нее уходит примерно 40 секунд. Но основное время уходит на преодоление закона физики. А это от 40 до 80 км в час. А ни хрена не гнать. Да и трясет, я вам скажу, нещадно. Тряска для газа вообще всегда была противопоказана. Водители-испытатели, участвовавшие в пробегах, часто сетовали, что от вибрации проводка перетиралась. Все коротило, а предохранителей тут нет. Влажная или сырая погода также не очень шла на пользу автомобилю. Аккумулятор живет снизу, и ему всегда сыро. Зато в жару в машине хорошо. А еще тут у двигателя очень низкая степень сжатия 4,2. Поэтому в жару он может работать, да в принципе, на любом керосине. А еще тут лобовое стекло открывается. Но эта опция востребована чаще зимой. В смысле почему? Отопителя в салоне нет. В мороз, если закутать машину, единственное стекло начинает безбожно запотевать. Вот его и открывали, чтобы хоть что-то видеть. Первый серийный советский легковой автомобиль выпускали недолго. До 1936 года. Ему пытались создать цельнометаллический кузов, но поняли, что лучше создать новую машину. Всего было выпущено 41 917 автомобилей. Я понял, с чем можно сравнить этот автомобиль. Дельтаплан. Где ты, твоя умение и сила, и сила духа тут самое главное. Охота продолжается. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok